Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Суперкарты, социальные карты «Приморец» для пенсионеров, многодетных и других категорий льготников скоро появятся в обороте. Сегодня мы рады объявить уже о официальном запуске социальной карты «Приморец». Сегодня три банка, которые подсоединились к этому проекту. Курить хобл растить. Курение на балконах может стать причиной опасного заболевания у соседей и больших штрафов. Радость в нас. Соратники бодипозитива помогают преодолевать комплексы и ценить свою индивидуальность, несмотря на несовершенство. Также в выпуске «Как слепые котята» на трассе Сиданка де Фрис Патрокол во время сильного тумана водители пренебрегли правилами ПДД и спровоцировали аварии. Еще раз скажем, дорогу пожилым в «Приморье» активно выполняется национальный проект «Демография», которое предусматривает обучение и повышение квалификации пенсионеров. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Густой туман во Владивостоке спровоцировал сразу несколько ДТП, в одном из которых пострадал водитель и повреждено немало автомобилей. Как сообщают очевидцы, число участников ДТП больше 10. Одного водителя зажало в кабине грузовика. Трасса Сиданка де Фрис Патрокол на несколько часов была перекрыта. ГИБДД Владивостока и 8 канал призывают всех водителей помнить, что выезжая на дорогу, вы несете ответственность не только за свои жизни. Уверенность в своем мастерстве и автомобиле часто приводит к ужасным последствиям. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. А сейчас к другим темам. Уже около полумиллиона приморцев привились от гриппа, из которых около 150 тысяч – дети. Специалисты напоминают, что в край поступила современная отечественная вакцина «Савигрипп». Вакцина хорошо зарекомендовала себя по итогам прошлого года. Ее легко переносят как взрослые, так и дети. Сейчас в Приморском крае сложились благоприятные погодные условия, чтобы сделать прививку и дать возможность выработаться иммунитету. Для того, чтобы получить вакцину, необходимо обратиться в свою поликлинику и уточнить дни работы прививочного кабинета. Все льготные категории граждан получат прививку для иммунитета бесплатно. При себе нужно иметь паспорт и медицинский полис. Масштабный социальный проект «Карта Приморис» стартовал во вторник, 1 октября. Социальные карты «Приморис», рассчитанные на пенсионеров, многодетных и другие категории льготников, скоро появятся в обороте. На первом этапе пользоваться картой можно будет для безналичной оплаты товаров и услуг со скидками в организациях партнеров. А с нового года на эти карты будут перечислять социальные выплаты. Помимо этого, каждый держатель «Карты Приморис» сможет получить существенные скидки. Подробнее расскажет Евгений Черемухин. Социальные проекты в России явление нечастое, а оттого и очень востребованное. Вот и в Приморье администрация «Края» вместе с крупными и средними игроками розничного бизнеса запустили полезную программу. Теперь ветераны труда Великой Отечественной войны и других боевых действий, а также инвалиды, могут получить специальную карту, дающую некоторые бонусы при тратах своих доходов. Сегодня мы рады объявить уже о официальном запуске социальной карты «Приморец». Сегодня три банка, которые подсоединились к этому проекту, это «Примсоцбанк», «Азиатско-Тихоокеанский банк» и «Почтобанк» начинают выдачу карты. Карта «Приморец» – результат кооперации не только банков, но и бизнесменов. В числе партнеров – многие крупные торговые сети, магазины, аптеки и ритейлеры. Таким образом, карта «Приморец» позволяет со скидкой или другими преимуществами приобретать там товары. Эта карта дает скидку в размере 10% на все продукты, которые представлены в компании «Зеленый остров». Ограничений, в общем-то, нет. К социальному проекту пока присоединились 9 предприятий. Кроме вышеперечисленных, среди них есть и фитнес-центры, а также оздоровительные учреждения. «Мы благодарим этих партнеров за участие. В дальнейшем список партнеров будет только пополняться. С нового года мы начнем осуществлять социальные выплаты на эти карты». Таким образом, карта станет не только скидочной, но и источником необходимых доходов для социально уязвимых категорий населения. Будет ли это работать так, как обещают власти, покажет время. Евгений Черемухин, Игорь Болтов. Новости на восьмом. 1 октября во всех учреждениях социальной защиты населения Приморья прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню пожилого человека. Это встречи с представителями местных администраций, праздничные чаепития, концерты и фестивали творческих коллективов. А в администрации края читались, как проходит переобучение предпенсионеров. Елена Грушунова, начальник отдела профориентации и профобразования Департамента труда и соцразвития, рассказала, кем можно стать в возрасте 50+. В настоящее время, почему, наверное, возникает вопрос, почему такое большое внимание уделяется гражданам предпенсионного возраста. В связи с тем, что проводится реформа пенсионная, в настоящее время мы направили, мы сделали такое мероприятие. Оно рассчитано на граждан за 5 лет до их вступления в пенсионный возраст. То есть, получается, за 5 лет до назначения страховой пенсии по старости. Это мероприятие, в первую очередь, направлено на повышение конкурентноспособности граждан на рынке труда, на получение ими новых профессиональных навыков и компетенций, и на усиление их социальной защищенности. В настоящее время в нашем перечне приоритетных профессий и специальности более 200 направлений. То есть, это у нас как рабочие профессии специальности, то есть, это и водители, и машинисты-погрузчиков, машинисты-экскаваторов, слесари всевозможные. До повышения квалификации по закупочным процедурам, таможенное дело, управление персоналом, медицинские у нас работники очень активно проходят обучение. По информации администрации края, с начала года сертификаты на бесплатное обучение получили 350 приморцев в возрасте 50+. Благодаря региональному проекту под названием «Старшее поколение» национального проекта «Демография» приморцы предпенсионного возраста смогли повысить квалификацию или освоить совершенно новую профессию. Для предпенсионеров также предусмотрены дополнительные гарантии в виде льгот по диспансеризации и повышенный размер пособия под безработицы. Спецтранспорт, а это 20 автомобилей, будет доставлять жителей отдаленных сел в возрасте старше 65 лет в лечебные учреждения. В Рио вице-губернатора Сергей Максимчук подчеркнул, что повышение качества жизни пожилых людей и продление активного долголетия – важная задача политики государства. Многие из этих пожилых людей имеют возрастные заболевания и нуждаются в частых врачебных осмотрах. Понимая, как важна эта помощь, администрация Приморского края принимает меры, чтобы социальное обслуживание и медицинскую помощь получил каждый нуждающийся в нем житель даже самого отдаленного села. Надеюсь, что благодаря этим новым автомобилям медицинская помощь будет оказываться намного качественнее. Новые машины поступят во все районы Приморья. За каждым автомобилем будет закреплена мобильная бригада специалистов. Региональным проектом «Старшие поколения» запланировано к 2024 году охватить более 70% граждан профосмотрами для продления активного долголетия. Решение об изменении территориальной подсудности в деле Игоря Пушкарева признается экспертами неоднозначным и вызывает острые дискуссии. В четверг, 3 октября, Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева на приговор Тверского районного суда Москвы. Портал московскийкомсомолец.ру опубликовал материал под заголовком «Приговор имени Устинова Пушкарева», что происходит в отечественной судебной системе. В нем анализируют последствия изменения территориальной подсудности. Это решение Верховного суда о переносе дела Пушкарева в Москву было раскритиковано двумя представителями Конституционного суда. Верховный суд фактически вступил в противоречие с основным законом государства. В сентябре суд Москвы вынес приговор актеру Павлу Устинову. Вердикт о трех с половиной годах в колонии вызвал общественный резонанс. В итоге актер был выпущен из следственного изолятора. А глава Верховного суда Вячеслав Лебедев не исключил, что судья в деле Устинова может быть наказан. С Игорем Пушкаревым ситуация аналогичная. В деле содержатся многочисленные доказательства невиновности Пушкарева, но они не получили оценки. 3 октября Мосгорсуд разберет претензии защиты Игоря Пушкарева к судебному вердикту. Не исключено, что решение будет смягчено в пользу осужденного. Сам Игорь Пушкарев на своей странице в соцсетях написал, что намерен выступить на суде с речью. Вот что он сообщает. «Я все еще надеюсь на торжество справедливости. Мне есть что сказать и своим близким, и суду, и вам. И я планирую использовать свое законное право высказаться», пишет Пушкарев. Восьмой канал узнал мнение о приговоре по делу Игоря Пушкарева известных во Владивостоке общественных деятелей. Директор Дворца детского творчества Оксана Соловьева комментирует приговор и вспоминает, как работала команда Пушкарева в его бытность главой города. На мой взгляд, решение суда не обосновано. Не обоснована квалификация дела, не обоснованы сроки по этому делу. Мне удалось поработать с Игорем Сергеевичем Пушкаревым. Я знаю его и как градоначальника, и как человека. И могу сказать, что как градоначальник этот человек вызывал у меня чувство восхищения и уважения, и глубокого уважения, потому что это большой профессионал своего дела, человек, который любит город Владивосток, человек, который знал город Владивосток, знал все его подводные камни и хотел сделать так, чтобы в нашем родном городе жилось намного лучше, чем сейчас. И в то время, пока он был градоначальником, он для этого сделал все возможное. Для молодежи города Владивостока этот человек сделал огромное количество всего. Это и большой фестиваль с участием Моми Тролля, это и премия молодежи «Есть за что» и премия «Молодежный вектор», это поддержка талантливых молодых людей в городе Владивостоке, это желание, чтобы молодежь оставалась в городе Владивостоке и делала большие открытия и большие дела именно для нашего города. Насколько прислушается суд к мнению экспертов и общественности, станет известно уже 3 октября. Реавлад Ньюс будет вести текстовую онлайн-трансляцию с заседания Мосгорсуда по апелляции «Приговор». Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Курить – хобл растить. Курение на балконах может стать причиной опасного заболевания. У соседей и больше штрафов. Радость в нас. Сторонники бодипозитива помогают преодолевать комплексы и ценить свою индивидуальность, несмотря на несовершенства. И сюда заедем. Еще одним памятным местом во Владивостоке стало больше. Краеведы смогут вводить сюда экскурсии. Партнер выпуска новостей – натуральные снеки «Эст Бали Кешью». В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки – орехи кешью, гранолу и попкорн. Орешки кешью обладают непревзойденным качеством и свежестью. Обережно собранные тропические ингредиенты – кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль – идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки. Спрашивайте «Эст Бали Кешьюз» во всех супермаркетах города. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Курить – хобл растить. Курение на балконах может стать причиной опасного заболевания. У соседей не больше штрафов. Радость в нас. Сторонники «Бодипозитива» помогают преодолевать комплексы и ценить свою индивидуальность, несмотря на несовершенства. И сюда заедем. Еще одним памятным местом во Владивостоке стало больше. Краеведы смогут вводить сюда экскурсии. Сегодня в сети идет активное обсуждение, можно ли, согласно изменению в законодательстве, которое произошло 1 октября, курить на открытом балконе своей квартиры. Сейчас уже есть запрет на курение в общественных местах, на остановках, на пляжах. И вот новый запрет. Но дело в том, что закон не запрещает курить на балконе. Предусмотренная поправка ограничивает действия курильщика, если дым попадает в другую квартиру, где находятся люди, которые страдают аллергической реакцией на дым, или у них есть маленькие дети. Дым может нанести вред здоровью малышей, если они спят на балконе в колясках. Нельзя курить на лоджиях, гостиничных номеров, в общих помещениях и общих коридорах в гостинках. Также запрещено выбрасывать сигареты, как и другой мусор с балкона. Несоблюдение этого правила обернется штрафом до 3000 рублей. Государство таким образом заботится о сохранении здоровья своих граждан. Относиться к нововведению можно по-разному. Но доказано, что есть прямая связь между курением и таким опасным заболеванием, как хобл – хроническая обструктивная болезнь легких. И даже если вы уже бросили курить, последствия курения могут испортить жизнь. Катерина Матвеева продолжит тему. Неделя самолечения и Евгений оказался на больничной койке. Мужчина – сам сотрудник медучреждения и не думал, что обычная, казалось бы, простуда приведет к столь серьезным последствиям. В течение часов-двух был на улице, было очень холодно тогда, замерз, очень сильно замерз. Ну, как бы особо не предал, тем не менее, после этого попил кофе горячего, чаю, согрелся. А на следующий день почувствовал себя слабее. Ну, я как бы списал это на то, что в тот же день я еще сдавал кровь на станции переливания крови. Но я думал, может, это из-за того, что у меня произошла донация, я сдал кровь. Но, тем не менее, слабость не уходила. Еще через день поднялась температура. Лечился я, занимался самолечением. Ну, сам себе, так скажем, прописал таблетки. Антибиотики сначала помогали, но через пару недель мужчина вновь почувствовал недомогание. И понял, что без помощи специалистов не обойтись. Врачи Владивостокской клинической больницы номер 4 диагностировали пневмонию. И за несколько дней поставили Евгения на ноги. В отделение пульмонологии все чаще попадают пациенты, которым помочь очень трудно. В первую очередь это касается обструктивной болезни легких. В нашем отделении обследуются и получают терапию пациенты с бронхолегочной патологией. Преимущественно это пневмонии. Но за последние 5 лет вышли на третье место хроническая обструктивная болезнь легких. И точно так же бронхиальная астма. Плюс сочетание этих заболеваний. Потому что хроническая обструктивная болезнь легких отягощает течение любого заболевания, в том числе и пневмонии. По словам специалистов, одной из главных причин болезни является курение. И не только крепких, но и легких сигарет. Облегченные сигареты проходят специальную обработку, и их дым проходит глубже в легочную систему. Евгений, можно сказать, легко отделался. Он смог бросить курить более 20 лет назад. И с удовольствием делится своим опытом. Бросить курить меня сподвигло, конечно, здоровый образ жизни в свое время. Я курил с юности, тоже достаточно большой стаж был, порядка 10 лет. Для себя я разбил этот процесс на три этапа. Первый этап – это первые три дня. Самое сложное, конечно, выдержать первые три дня. Потом месяц, потом полгода. Методик по отучению организма от вредной привычки много. Главное – задаться целью. Хоббл – очень опасный недуг, и бороться с ним сложно. Как правило, в наше отделение пациенты попадают в крайне тяжелом состоянии, когда отчетливо выражена дыхательная недостаточность. Хоббл – это прогрессирующее заболевание. Полностью излечиться от него невозможно. Симптомами хоббл являются постоянный кашель, отдышка, увеличение количества мокроты, гнойность. Диагноз подтверждают специалисты с помощью спирографии. Обычная флюорография здесь не помощник. Необходимое оборудование есть во Владивостокской клинической больнице номер 4. Она обслуживает Первомайский и Ленинский районы по полису ОМС, но готова принять и граждан из других районов Владивостока. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Тыкву-гигант вырастила жительница Арсеньева на своем участке. Сорт так и называется – гигант. Производители семян в этот раз не обманули. Овощ уродился весом 40,6 килограммов в городе Арсеньеве. Наибольший охват составил 150 сантиметров, высота – 75 сантиметров. Хорошего овоща, как и хорошего человека, должно быть много. Боди-позитив – яркий тренд последних лет. Сторонники называют его учением о принятии собственного тела. Они помогают друг другу преодолевать комплексы и ценить свою индивидуальность, несмотря на несовершенство. Есть ли его сторонники во Владивостоке и кто они? Разбирались наш корреспондент Дмитрий Беломеснов и ведущие радио Лемма. Современные стандарты красоты способны повернуть в шок. К примеру, движение «Боди-позитив», что в переводе с английского означает «принятие себя и собственного тела». Целью является не стыдиться своих недостатков, а наоборот – сделать их своим достоинством. Считается, что «Боди-позитив» был создан феминистками, которые решили заявить миру, что женщина – это не сексуальный объект, а личность. Сегодня это движение весьма активно обсуждается в интернете и СМИ, как положительно, так и негативно. Ты ко мне неровно дышишь, это все твой лишний вес. Я замучу с тобой, малышка, если ты меня не съешь. Боди-позитив, только боди-позитив. Твое тело, твое тело, мое тело – это биф. В эфире радио Лемма в шоу «Два в одном» тема «Боди-позитива» обсуждалась с психологом и экс-участником «Дома-2». Глеб еще до начала дискуссии поделился своим отношением к данному движению. Я, на самом деле, к этому движению никакого отношения не имею, но при этом при всем скажу, что это абсолютно нормально, учитывая то, что сейчас достаточно актуально и модно всевозможное блогерство, и люди находят всевозможные направления в том самом, чтобы делать какой-то годный, нужный контент. Есть девчата, знакомые, кто не стесняются и могут показать себя абсолютно в любом виде, принимая себя. Это вопрос, мне кажется, просто уверенности в себе и насколько ты закомплексован, либо не закомплексован. Психолог Полина Мансурова выразила мнение, что «Боди-позитив» — это своего рода эпатаж, чтобы быть в тренде. Однако отметила при этом, что быть естественным, быть таким, какой есть, и не стесняться этого — хорошо. Добавим, ухаживать за собой — это естественно. Природа не позаботится о человеке целиком. Ей нужно помогать. Не надо искать оправданий лени или невежества, искажая изначальную идею и утверждая, что это «Боди-позитив». Любую идею можно исказить до неузнаваемости. Фанаты естественности понимают друг друга и твердят, что стройнять не нужно, не нужно заниматься эпиляцией, быть толстяком — это нормально, хорошего человека должно быть много. Такие крайности вызывают отторжение у других представителей социума. Сообщество же учит — люби свое тело, принимай себя таким, какой ты есть, потому что все не обязаны быть одинаковыми. Ну а «Боди-позитив» — это хорошая тема. Я с ним сталкиваюсь каждый день перед зеркалом, у меня там свой «Боди-позитив». Я его никуда не выкладываю, но я очень позитивно принимаю себя. Многие современные психологи призывают любить свое тело таким, какое оно есть. Они утверждают, что пока любовь к себе не проявится в полной мере, невозможно добиться успеха в какой-либо сфере жизни. А тем временем многие адепты «Боди-позитива» используют этот тренд для создания популярности себе любимому. Однако, как гласит поговорка, сумей посмеяться над собой, и тогда жизнь улыбнется тебе. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Еще одним памятным местом во Владивостоке стало больше. Краеведы смогут вводить сюда экскурсии. На территории Пушкинского сквера состоялось открытие памятника на месте погребения первых священнослужителей Успенского кафедрального собора. В торжественной церемонии участвовали глава Владивостока Олег Гуменюк, епископ Уссурийский Иннокентий, а также почетные жители города. Во время администрации города Владивостока за то, что вы поддержали доброе начинание краеведов, всех православных, которые, сказать честно, не мечтали, что здесь может быть такой памятник. Ремонту Пушкинского сквера, в котором установили памятный символ, предшествовала большая работа. План благоустройства территории обсуждали совместно с сотрудниками администрации Владивостока, священнослужители и краеведы. Тогда-то и обнаружили, что южная стена Успенского храма стала местом погребения трех его священников, которые вместе с первопроходцами приехали осваивать незведанные берега Золотого Рога. Успенский собор – один из первых построенных во Владивостоке. Пушкинский сквер, где установили памятный крест, продолжают благоустраивать. Свой завершенный вид он обретет в следующем году. К юбилею Владивостока сюда вернется и памятник великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Борцовский кубок у моря разыграли во Владивостоке. Юные смены Приморья провели заключительную регату сезона. Всероссийский турнир по боксу пройдет в спорткомплексе «Олимпийц». Все подробности у Максима Яковлева. Борцовский кубок у моря разыграли во Владивостоке. В Краевом доме физкультуры прошли двухдневные соревнования по спортивной борьбе. На коврах сошлись более 300 спортсменов из-за Байкалия, Приморья, Хабаровского края и других регионов. Участники боролись за звание лучших в трех стилях. В греко-римском, вольном и женском. Кубок у моря ежегодный турнир, призванный популяризировать олимпийскую дисциплину. К тому же эти состязания являются одними из самых массовых и зрелищных во всем приморском календаре борьбы. Как отметили в местной федерации, сейчас в осенне-зимний сезон домашних турниров не будет. Все потому, что приморцев ждет череда выездных соревнований. Юные приморские яхтсмены закрыли сезон. Итоговая регата завершила календарь детско-юношеских соревнований Федерации парусного спорта Приморского края. Эти соревнования стали десятыми по счету в этом году. На акватории Амурского залива завершали сезон 80 юных яхтсменов от 9 до 16 лет. Из трех – яхт-клубов Владивостока, 7 футов, Навигатор и Алые паруса. Ребята соревновались в классах «Оптимист», «Кадет», «Лазер» и «420». В каждом из них за два дня было проведено по пять гонок. По итогам парусных состязаний большую часть наград забрали воспитанники клуба 7 футов. Всероссийский турнир по боксу примет Владивосток. Ежегодные соревнования класса А пройдут в спорткомплексе «Олимпийц» и будут традиционно посвящены памяти известного приморского тренера Виктора Сахарова. На ринг выйдут более 80 спортсменов из Приморского края, Хабаровска, Москвы и многих других регионов. Победители турнира, помимо наград, смогут получить звание «Мастера спорта России». Подобные соревнования пройдут в нашем городе уже в 29-й раз. Весь турнир продлится четыре дня – со 2 по 5 октября. Прийти поболеть за спортсменов можно ежедневно с 17.00. Финальные же поединки стартуют 5 октября в 11 утра. Максим Яковлев, «Новости спорта на восьмом». И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Как слепые котята на трассе седанка «Дефрис» потрокал во время сильного тумана. Водители пренебрегли правилами ПДД и спровоцировали аварию. Суперкарты. Социальные карты «Приморец» для пенсионеров, многодетных и других категорий льготников скоро появятся в обороте. Дорогу по жилым. В «Приморье» активно выполняется национальный проект «Демография», который предусматривает обучение и повышение квалификации пенсионеров. Курить, хобл, растить. Курение на балконов может стать причиной опасного заболевания у соседей и больших штрафов. Радость в нас. Сторонники «Бодипозитива» помогают преодолевать комплексы и ценить свою индивидуальность, несмотря на несовершенство. И сюда заедем. Еще одним памятным местом во Владивостоке стало больше. Краеведы смогут вводить сюда экскурсии. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Поехали.